Она только что пришла из мастерской, когда он постучал к ней дверь и, не ожидая ответа, вошел. Наташу поразил его возбужденный, почти безумный вид. Щеки горели, запавшие глаза были красны и лихорадочно тонны. «Я уже два раза был здесь сегодня», — сказал он. «Ходил, ждал перед вашей мастерской и не видел, как вы прошли». Он вдруг опустился на колени, схватил Наташины руки, прижался к ним лицом и заплакал. Наташа вся затихла и ждала. Ей само было странно, что вся истерическая тревога последних дней вдруг отошла от нее. Это нежданное, такое удивительное появление Гастона не взволновало, именно не удивило ее, а напротив, каким-то образом чудесно успокоило. Он поднялся, встал рядом с ней, заплаканный, как ребенок с припущим ртом. «Наташа», — говорил он, — «вы одна у меня на свете, вы единственное существо, которое можно и надо любить. Вы не знаете, какие есть подлые низкие души. Они не успокоятся, пока не сделают из вас негодяя». «Нет, этого им мало, они хотят сделать из вас самого черта». И тогда, тогда отшвырнут его, потому что с ним стыдно показаться. Все видят его рога и копыта. Он снова зарыдал. Наташа ласково гладила его по голове. «Пособи тебе, бедный мой мальчик», — спросила она. «Ах, Наташа», — бормотала. «Наташа, полюби меня. Удержи меня около себя, не отпускай. Я люблю тебя. Будем же вместе с сегодняшней ночью навсегда». Он плакал и целовал ее соленые от слезы горячей губами. «Я не уйду от тебя сегодня. Ты не прогонишь меня. Я такой несчастный. Я пришел к тебе навсегда. Ты не оттолкнешь меня». «Нет», — ответила Наташа очень серьезно и грустно. «Нет, я ждала тебя». Уже светало. На улице гремели жестянки мусорщиков. Постукивали глухим звоном, прошел трамвай. Гастон спал, закинув голову, встанал и метался во сне. Наташа нагнулась к его лицу, оно пылало. Он болен. Она провела рукой по его лбу. Он открыл мутные красные глаза и со стоном закрыл их снова. «Ты болен, Гастон?» «Ах, ужасно болит голова». Она встала, поправила ему подушку, прикрыла его дьяволом, села рядом на стул и долго, жадно рассматривала его. Вот он, этот неведомый и жуткий, как странно вошедший в ее жизнь. И во сне у него то же самое детское пухлое лицо, рот обиженного ребенка, нежная младая шея. И вдруг она вздрогнула. На подушке рядом с этим милым лицом лежала у него рука, огромная, с далеко отставами, непомерно длинным, большим пальцем. «Ах, да рука душителя!» Вспомнила чьи-то слова. «Вы не знаете, сколько бродит по Парижу всяких извращенцев, больных людей, чудовищных эротоманов, садистов и душителей?» В таком большом городе им легче спрятаться. «Ох, что же она знает обо всем этом и об этом мальчике?» «Какие догадки, очень нехорошие!» «А как могло вообще случиться, что она оставила его у себя?» Уже какое-то наваждение. Гастон вздрогнул. По лицу его пробежала судорога и с невразимой тоской отчетливо сказал по-немецки. «Ах, мне страшно, мама!» Наташа вскинулась. Сейчас же позвал он ее на помощь. Схватила его обеими руками за плечи. «Мальчик мой, Бет, заблудший мальчик, я не оставлю тебя!» И в этом слове «мальчик мой определился, вывел из него как форму и отвердела ее любовь». Женская любовь очень отлична от любви мужской. Мужчина почти всегда знает, кого он любит. Он, конечно, может преувеличивать достоинства или недостатки любимой женщины, но тот облик, который он любит, есть облик истинный, украшенный или слегка искаженный, но настоящий. Он любит свою жену или любовницу, Марии Петровну, докторшу, а не Валькирию или Елену Павловну, актрису, а не крошечного котеночка. Женщина, если она не совсем тускла духовно, она берет любимого человека как тему, которую разрабатывает сообразно свои свойства любить. Есть женщины, создающие из любимого человека непременно великого героя, буден при этом хоть аптекарский помощник. Есть и ищущие, и находящие рыцаря духа в камевояжоре, исключительно своему скромному делу преданному. Есть, наконец, этот саму горький, самый подвижнический лик любви, любовь к возлюбленному материнской формы, создаваемой ею, свободно вливают все и объявленные негодяи. Их остро жаль, как заблудших, и люди глупые, глупость умиляют, и ничтожные, ничтожные особенно любимы потому, что жалки и беспомощны, как дети. Любовь к героям самая яркая, но зато она и самая хрупкая. Она с трудом прощает ничмень, вскочивший на глазу героя, его неудачную остроту. Любовь к рыцарю духа восторженная, чудесная, кожа не очень прочна. Она почти всегда обречена на разочарование. И никакой фантазии не сотрешь. Капочные должишки, служебные интрижки и всяческую смену век. Любовь материнская простит все, все примет и все благословит. «Мальчик мой», — сказала Наташа и обрекла себя, и заплакала о боли и счастье. Она встала, приготовила чай, напоила гастон, он мочи выпил несколько белоков, взглянув на нее мутными глазами, улыбнулся ласково и жалко. И снова заснул. Пора было идти в мастерскую. Но как его оставить такого? Попросила коридорного позвонить к Манели и сказать, что у нее грипп. Целый день просидела около него, жадно прислушиваясь к его сонному барматанию. Иногда ей казалось, что она уладывает какие-то французские слова. Но ничего, кроме этой фразы «Мне страшно, мама» так и не расслышала. Под вечером он пришел в себя, жаловался на головную боль и ломоту. «Я не могу уйти от тебя, Наташа, я слишком болен». Она счастлива была, что не может уйти. Хотела устроить его поудобнее, предложить съездить к нему в отель за бельем и пижамой. «Ах, нет, туда не стоит», — сказала он. «Лучше съездить на Северный вокзал. Там у меня есть чемодан на хранение. И в нем есть все». Она очень удивилась. Разве он собирался уезжать? «Ах, потом», — сказал он, — закрыли глаза. Вечером он дал ей квитацию, и она съездила за чемоданом. Оказалось, что он был отдан на хранение еще две недели тому назад. «Может быть, там окажется какая-нибудь женщина, разрезанная на куски», — посмеивалась Наташа. Посмеивалась, но не было ей ни спокойно, ни весело. В чемодане, однако, никаких ужасов не оказалось. Было белье, платье и башмаки. Гастон, полузакрыв глаза, смотрел, как они оставали его вещи. «Это для любительского спектакля», — пробормотал он вдруг. «Что для спектакля платье?» — ответил он сонно. Она не поняла, о чем он говорит, и только, вынув все, увидел над ним завернутые в папиросную бумагу маленькие прядки волос. Это были накладные очки. На другой день он почувствовал себя лучше. Надел какую-то невероятную пижаму в синих павлинах, в зеленых драконах и золотых цветах, в волнующую зною, как восточный сон, и сидел на кровати среди подушек, томный, как принц из персидской сказки. Горничная, убирая комнату, лукаво на него поглядывала, вылыбался ей, веселые дяночки дрожали, ко его рта. «Почему ты держал чемодан на вокзале?» — спросила Наташа. «Ты собирался уехать?» «Да, кажется, собирался. Впрочем, нет, я просто менял квартиру, и так вышло удобнее всего». Он уже не был экзальтирован ниже, как вечером. Он был очень ласковый, много рассказывал всякой ерунды, которая волновала Наташу. Рассказывал, что у него был брат Жак, очень дурный мальчик. Когда Жаку было 16, он влюбился в церковую наедницу и все придумывал, как бы раздобыть денег. Он знал, что женщинам с пустыми руками не являются. И знаешь, что он сделал? Он пришел как-то к отцу портной примерять костюм и оставил в передней свою бобровую шапку. Пока он примерял, Жак, естественно, успел сбегать и заложить эту самую шапку. И никогда никто об этом не узнал. «Ха-ха-ха! Представляешь? А ты, однако же, знаешь!» Заметила Наташа и поняла, что брат Жак — это и есть он сам. И потом, много раз слыша о подвигах брата Жака, она уже знала, что он рассказывает о себе, но никогда о своей догадке Гастону она не говорила. Через два дня пришлось Наташе пойти на службу. Она боялась, что Манель, обеспокоенной ее долгим отсутствием и болезнью, пришел кого-нибудь из своих девиц наведаться и выйдет неловко, если застанут ее здоровую в обществе такого восточного попугая. «Какое милое тепло в сердце возвращаться к себе, когда знаешь, что тебя ждут. Ах, мой милый мальчик, мой милый, хороший мальчик!» По дороге забежала в магазин, купила ленты для своего халатика, надо было быть элегантным, и купила на обед жареного цыпленка, винограда и вина. Подходя к дому, взглянула, улыбаясь на свое окно. Оно было темно. «Ах, мальчик спит!» Тихонько открыла дверь, повернула в отключатель. Комната была пуста. Огляделась. Шемодана тоже не было. Значит, совсем ушел. Ни записки, ничего. «А у Массио ушел уже давно перед завтраком», ответил коридорный на спокойный вопрос Наташи. Это спокойствие она очень долго подготовляла, уткнувшись лицом в подушку. Продолжение следует... Продолжение следует...